здравствуйте друзья в жизни каждого автомобилиста наступает момент когда он получает письмецо вот такое из местного гаи до такой госавтоинспекции вот тут вместо марочки там все как положено значит что происходит раз пять лет положено пройти то что называется ну там на как сказать на выхлопные газы пройти такой контроль соответственно сейчас мы пойдем проходить этот контроль будем сдавать автомобиль первый документ который я вам показал это notice регистрационные когда говорят пора обновлять лицензию раз в год заплатить налог там специфический так далее а тут вот отдельно и специфический они говорят вот тебе значит инкомплит чего инкомплит а вот говорят пойди-ка ты на смог станцию и там значит сделай смог чек и соответственно вот это смог чек сделанный на станции автоматически отправляется в вот этот вот самый департментов motor vehicle вот туда отправляется и они нам выдают новый стикер который приклеивается сзади на номер автомобиля и тогда полиция которая нас видит знает что у нас все в порядке а если у нас увидят с просроченным стикером тогда но могут штраф например выписать вот он в правом верхнем углу этот стикер и полицейские издалека видит потому что по цвету каждый год имеет свой цвет вы видите там их наляпана несколько один на другой а вот тут слева он говорит январь так что в январе мне нужно будет уже там новый стикер ну что автомобиль я оставил на станции этих обслуживания тут же рядом бензинчик тут же рядом у нас светлана заправляется и мы поедем погулять сказали что приходил я к трем часам а сколько сейчас времени сэс полдвенадцатого и там очередь какая-то это приезжайте к пол третьего я бы не говорю давай уже оставим у тебя машину нет нет пол надо 3 часа забрать да друзья я переживаю тот редкий момент в жизни когда на этим нахожусь на пассажирском сиденье рядом со светланой вот и смотрю на ее автомобиль и вижу что совершенно ну не то что плачу но думаю где что-то камеру то поставить на подставочка то есть конец понятно что к стеклу можно присобачить на присоски но мы с вами знаем что стекло является резонатором в автомобиле и все что там колеса покрышки бьют по асфальту и двигатель всем когда машина ускоряется там все вся эта вибрация передается на камеру я уже это прошел поэтому меня вот вот на этом месте стоит такая подставочка с присосочкой на присыл такой пальчик из нее торчит она на пальчик цепляется камера гоупро потому что камера гоупро маленькая камера побольше уже не встала бы но у тебя здесь не уместится ничего даст вот такая камера который ты снимаешь она должна поставки стоит здесь и почти доходит до стекла вот здесь и на хорошо но 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 света как же она здесь держится господи скользкая такая шуршавая да друзья сидя на пассажирском сиденье начинаешь узнавать больше о жизни такого чего раньше и не знал и гораздо больше возможностей в съемки то есть мало того что можно значит что-то говорить еще можно камерой крутить туда-сюда вот хоть прям в этот санрус снимай но там солнце я не буду в общем хорошо у нас друзья сегодня 28 декабря и это рабочий день это среда до среда среда рабочий день поэтому вот такая примета народная американская если в рабочий день друзья на хайвее мало машин это значит что люди на работе если день не рабочий это значит что рецессии нет работы и люди разъезжаются цвета там вообще вообще не так ты сказал давай скажи ты дело в том что сейчас мы ехали вчера в такой час пик про не 4 часов и в нормальный будний день не праздничный в это время на дороге уже трафик у нас начинается трафик с трех часов а вот уже в 3.30 уже без 10 3 и 3 это большая большая разница после трех уже на плотненько идут а вчера мы ехали 4.30 в это время уже вообще бы стояли фривей 1 и 2 а было свободненько значит сейчас праздничные дни люди дом на многих компаниях такой у них шатдаун между 25 декабря и 3 всех выгоняют гуляйте 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 всю неделю наслаждайтесь и у вас так и в микрософте по моему так даже там андрей тоже гуляет вот и людей выгоняют в отпуск и соответственно они берут семью подмышку и идут в горы едут кататься на лыжах ну или куда-нибудь еще уезжают и вот уехав куда бы то ни было они сильно разрушают наши хайлы ну или уже хотя бы тем что на работу не едут да и становится нормально как бы ехать но если в обычные действительно дни не сравнивать с праздниками и чувствуешь что нет трафика иначе дело чвак значит работы нет и народ разъезжается уже не просто гулять на неделю а более перманентно просто уезжает в индию обычно друзья обычно о том что дело швак вы узнаете не на хайлы на собственной шкуре сначала а потом уже на хайлы вот такая оптимистическая волна так сказать вот все хорошо видите рабочий день а люди все равно куда-то едут это неплохо это неплохо на честное так отличная погода где катается на лыжах у нас дети вернулись только катались замечательно несколько дней и саша каталась на лыжах и на коньках они катались и на самках очень замечательно то люди говорят не скучаете ли вы по снегу нет мы не скучаем у нас есть у нас был опыт года три назад мы поехали зимой натаха а я снимал кстати да и когда мы возвращались пошел дождь туда мы приехали шел тоже накануне наши друзья добирались 8 часов потому что если у нас дождь то там идет снег и проехать невозможно там надо сказать очень оперативно расчищают уже на следующий день все дороги были расчищены можно было проехать никаких проблем а вот тот день когда мы уезжали пошел снова снег и мы ехали по половине колеса в этом снегу у нас дворники превратились в снеговые такие култышки и в общем да вот такие они прямо так вот снегом в общем добирались мы тоже очень долго потому что был сильный трафик и поэтому не хочется часто да и не хочется мы сказали never again поедем ладно мы едем магазин костка и там продолжим наши съемки новый рецепт мы были в гостях и там было рецепт и вот не дали рецепт что очень вкусно это нужно знал это обычная самая еда которую мы делали в россии тысячи раз не раскрывали когда в магазине будем расскажем более подробно хорошо ну что друзья там где есть начало там должен быть где-то конец вот мы забираем автомобиль после того как ему сделали смог чек смог чек у нас совершенно замечательно прошел вот тут выдали мне бумажку и цена вопроса 46 долларов они теперь должны сообщить все это в компетентные органы компетентные органы поскольку уже все оплачено с нашей стороны там дорожная пошли на все что вот они нам пришлют стикер который мы вот сюда на номер и привесим январь остается вот вместо семнадцатого года появится 18 то есть у нас оплачено до января 17 так идея такая а потом повесим стикер и будем оплачены до января 18 а то есть у нас тут